Здравствуйте! Сегодня я хочу вам представить Mercedes-Benz G-Class 2011 года. У нас на тесте имеется G55 AMG. Цена 124 450 долларов. Ну что, давайте рассмотрим экстерьер. Спереди мы видим защиту. Логотип Mercedes, решетка радиатора, поворотники на капоте, противоатуманные фары, защиту днища, поворотники, встроенные в зеркала. С этой стороны мы видим литые диски, пятиспицевые с черной окантовкой. Также мы видим логотип V8 компрессор. Он имеет двигатель V8 компрессор, 5,4. Если пишет 5,5, то не верьте, это 5,4. Две выхлопные патрубки, два оккупных патрубка. Сзади мы имеем запасное колесо, логотип G55, логотип AMG, камеру заднего вида, щетку. С этой стороны мы имеем бензобак, габаритные огни. Также габаритные огни мы имеем и с этой стороны. давайте зайдем в медную галерею экстерьера. Диски, литые, пятиспицевые, с черной окантовкой и с логотипом AMG и с логотипом Mercedes. Дисковые тормоза на шинах Pirelli. Омыватели фар. Задние фары. Двигатель по 4 литра V8 AMG. Выхлопные патрубки с логотипом AMG. Подножки. Люк. Поворотники, встроенные в зеркалах, как я уже говорил. Зеркала очень большие, квадратные. И сама машина тоже квадратная по дизайну. Противоотуманные фары. Как я уже говорил, защита днища. Подножки. Логотип Mercedes. Давайте посмотрим, как он поменялся за годы. 2012. 2011. Наша модель. Еще раз. 2012. 2010. 2009. 2008. 2008. 2006. 2005. 2004. И все. Ну что. Заходим в интерьер. Ждем пока грузится. Что у нас надолго очень грузится. Давайте пока зайдем в медигалерею. Стокол. Стокол автоматический. Блокировка стокол. Багажник с откинутыми задними сиденьями. Он большого объема. А с закинутыми задними сиденьями. Он небольшого объема. Тип дизайна. На заднем сиденье сидеть мне неудобно. Потому что мой рост 185 см. И мне неудобно. Если там сидят где-то. Четыре человека. Если три то нормально. Если четыре то уже напряжно. Навигация. Блютуз телефон. N3 блютуз телефон. Диск радио. Навигация телефон. Включение звука. CD, DVD. Телефон. Назад. Прострочка черная. Подлокотник. Подстаканник. Не знаю как сделан. Подстаканник. Приборы. Датчик масла. Датчик бензина. Трипкомпьютер. Тухометр. Спидометр. Спидометр с логотипом AMG. Индикация передачи Температура и время Открывание люка Свет Сос Сидение автоматическое Три позиции памяти для водителя Подстаканник Как уже говорил Для задних пассажиров Отверстие для вызова климат-контроля Автоматическая коробка передач Плакировка дифференциалов Навигация С откинутыми задними Сидениями Также По-моему можно было заказать А, нет, извините Разделка на 12 вольт Бардачок С подстаканниками Аукс Ключ Как интерьер Светится ночью Розетка Розетка У нас вот такой водочий идет Это просто сумасшествие Коматическое Закончили с дождем, переходим к машине, также приключатели радиостанций, громкости и hands-free bluetooth телефон. Вот интерьер загрузился. Руль четырёхспитовый, как уже говорилось, приключательные громкости, hands-free bluetooth телефон и приключатели радиостанций, навигация, климат-контроль, автоматическая коробка передач, прострочка на подлокотниках, ручник, алюминиевые спортивные педали, логотип дизайна, ручка, также у него есть третий стоп-сигнал, также подушка безопасности для водителя, пассажира и задних пассажиров. Зеркал заднего вида, свет, как уже говорил, люк, ручки, на четырёх дверях. Ну что, на этом, я думаю, завершим наш обзор Mercedes-Benz G-Class 2011 года, Mercedes-Benz AMG 2011 года. Подписывайтесь на мой канал, до свидания, спасибо за внимание. До свидания.